МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудик пятерка! В юбилейном десятом сезоне наша Орудик пятерка решила возвратиться к самым интересным, как сейчас модно говорить, проектам. Ну, скажем так, не проектам, а направлением. Потому что в нашу уникальнейшую викторию для школьников играли и участники Европейских чемпионатов в связи школьников по интеллектуальным играм, и те, кто приезжал на фестиваль знатоков православной культуры Фавор, который мы проводим вместе с Гомельской епархией, и многие-многие-многие другие. Так вот, сегодня у нас участники седьмого открытого гимназического фестиваля Урби-эт-Орби, городу и миру, который проводится в 51-й Гомельской гимназии. В этом фестивале много разных направлений, много разных блоков, но вот в интеллектуальном блоке у нас блеснули две команды, две школы, ну, не школы, даже две гимназии. А слева от меня в синих шарфах, вот такие серьезные все, ученики Иринской гимназии Влад Павленов, капитан. В нашем интеллектуальном блоке, который прошел под сенью, под знаком года Малой Родины, они были вторыми, а победители нашего интеллектуального блока была 51-я гимназия Данила Леонков, капитан. Вот они справа. Красных шарфов красавцы и красавицы. Начнем. Ребята проявили себя блестяще. Посмотрим, как они проявляют себя на эрудит пятерке. Итак, блеф игра. Я обращаюсь к Владу Павленку. Влад, кто у вас может выбрать между да и нет? Я пойду на блеф игру. Прекрасно. Данила Леонков, как у вас с да и нет? У меня лично плохо, от нас пойдет Леша. Прекрасно. Итак, Влад против Леши, вперед. Прекрасно. Итак, еще. Верите ли вы, что льет воду, это о человеке, который много говорит? Прошу. Да. Нет, льет воду, говорят о человеке, который говорит много, но при этом пустословит. Ведущий тоже много говорит, но я же все по делу. Так что 0-0 пока. Водяная у нас блеф игра. Верите ли вы, что воду с растворенными солями кальция и магния называют мягкой водой? Да, верю. Нет, с кальцием и магнием это жесткая вода. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что в сказках живая вода заживляет ран? Фальстарт у вас, Алексей. Есть шанс у Влада? Да, верю. Раны заживляет мертвая вода, а живая вода оживляет. Верите ли вы, что во время праздника Богоявления прорубь с освященной водой называют Эрдой? Прошу. Да, верю. Да, так она и называется. Хорошо начали. И заканчиваем. Верите ли вы, что белорусского водяного зовут Вирник? Да. Вир от слова Вир, водоворот, Вирник. Вы правы. 5-5. Хорошо начали. Пришла пора дуэли игры. Вперед. Итак, дуэли игра. 5 очных поединков лицом к лицу. 5 разных тем, 5 разных боев. Прослушайте тему боев и решите, кто готов какую тему взять. Итак, внимание. Первый бой – Гомельщина. Второй бой – история в лицах. Третий бой – спорт. Математика, и не только. Это четвертый бой. И пятый бой такой будет филологический. Одним словом, многозначные слова. Влад Павленок, Ириинская. Кто у вас прекрасно знает нашу родную сторонку Гомельщина? Диана, она и пойдет в бой. Прекрасно. Диана, готовьтесь. А Данила, у вас знаток Гомельщина? Отвечать будет Юлия. Юлия. Итак, Диана против Юлии. Вперед! Волнуются, волнуются девочки. Начнем. Это год первого упоминания Гомеля в летописи. Прошу. 1142. Прекрасно. Диана, поздравляю вас с первой пятеркой, которую вы получили на эрудит пятерки. Продолжаем. Так звали славянского златоуста, который жил и проповедовал в Турове. Три? Не знаю. Не знаешь? Диана? Кирилл Туровский. Кирилл Туровский, конечно же. У этой деревни и старинный монастырь, и самая древняя в нашей стране стоянка человека. Юровичи. Юровичи. Прекрасно. В 14-м столетии вся территория нынешней Гомельщины вошла в состав этого княжества. Прошу. Великое княжество литовское. Великое княжество литовское. Профессионально. Хорошо. В гербе Гомельской области Черный Орел соответствует этому районному центру на Припяти. Что же за город такой у нас? Вот едешь-едешь по трассе в сторону Бреста, вдруг Припять. И красивый, да? Мозырь. А почему с таким удивлением? Конечно, Мозырь. Великолепно. Итак, счет был 5-5 после блеф игры. Вышла Диана. Взяла все вопросы. 25. 5 плюс 25. Это сколько? 30 получается. 35. Синяя впереди. Иринская руиз. Вперед. С развитием! С развитием! С развитием! И сразу симпатии студии переключились на сторону проигрывающих. 51-е. Вам нужно отвечать. Итак, тема «История в лицах». Влад, кто играет? Иван. Иван у нас историк. Кто историк у Данила в 51-й гимназии? Теперь уже я. Прекрасный. Иван против Данила. Вперед! Данила! Данила! Итак, внимание. История в лицах. Этот канцлер Российской империи перестроил наш Гомель по своему плану. Думаем, да? Итак, вообще, два великих имени связано... Прошу? Агинский. Нет, ну что вы, Агинский. Два великих имени связаны с нашим городом. Две звучных фамилии. Нет? Ну, пусть Румянцев. Почему пусть? Николай Петрович Румянцев, конечно, канцлер Российской империи, владелец нашего города. После пожара он перестроил Гомель по своему плану. Генрих Наварский, чтобы стать королем, из Бугенота перешел в католицизм и сказал, что этот город стоит мессы. Какой город? Париж стоит мессы, конечно же. Ну, а мессы – это католическое богослужение, если вы знаете. Своим приказом номер 227, более известным как «Ни шагу назад», он в 1942 году запретил отход войск без приказа. Кто он? Прошу. Иосиф Иосифович Сталин. Это правильный ответ, да. После первой беседы с Пушкиным этот российский император заметил придворным, что разговаривал с умнейшим человеком. Много ли императоров было современниками Пушкина? Прошу. Петр Первый. Петр Первый, ну, немножко так вот лет на сто вы промахнулись. Александр Первый. Ну, Александр Первый не считал Пушкина умнейшим человеком, он его упек в ссылку. Это был новый император Николай Первый. Именно такой комплимент он сделал великому русскому поэту. Я ухожу, заявил он, покидая свой президентский пост. Да. Борис Ельцин. Борис Ельцин – это правильный ответ. Я не устал, я не ухожу, но вот Даниле, я готов сделать комплимент. Умнейший человек, отличная игра. 35-20, счет поменялся радикально. Играем дальше, вперед. Даниле, 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 Даниле. Ну, вы знаете, какое внимание уделяется в нашей стране спорту. Ну, что, где, когда. Борис Ельцин тоже интеллектуальный спорт, об этом не нужно забывать. Ну, и Руди Пятерка тоже, можем сказать, такое интеллектуально-спортивное шоу. Поэтому нужен, во-первых, спортивный человек, Влад, а во-вторых, сообразительный. Кто это? Побуду спортивным я. Хорошо. А сообразительным не обязательно? Нет. Данила, у вас? Спортсмен у нас Егор. Ух ты! Итак, Влад против Егора. Вперед! Старт! А в шутку, эту культовую в США игру называют базовым спортом Америки. Фальстарт у вас, фальстарт, Влад, нервы, нервы. За этим строго следит наш электронный судья. Базовый спорт Америки. Баскетбол. Баскетбол. А почему базовый? Бейсбол. Именно там играют на базах. Теперь вы это знаете. Этот зимний олимпийский вид спорта ближе всего к искусству. Хоккей. К искусству? О, это интересно. Прошу вас. Биатлон. Биатлон. Искусство, да. Ребятушки, а знаете вот такой вид спорта, где звучит музыка? Фигурное катание. Фигурное катание. Жаль, что несколько позже, чем нужно, отвечено. Играем. Что, где, когда, как и шахматы, тоже спорт. А какой спорт? Прошу. Интеллектуальный. Отличный ответ, да. Название этого вида спорта состоит из главных его атрибутов. Корзины и мяча. Прошу. Баскетбол. Баскет, корзина, болл, мяч. Все логично. За океаном в эту игру играют сенаторы, летчики, нефтяники, даже пингвины, дьяволы и акулы. Гольф. Нет. Влад. Без понятия. Без понятия. Эдмонтон Олерс, Питцбург Пиджинс и так далее. Все это хоккейные команды. Хоккей – замечательный, мужественный спорт. Ну, а у нас совершенно не хоккейный счет 40-25. Следующий бой, вперед. Влад, сейчас нужен для боя математика не только не просто математик, а математик с мозгами. Есть такой? Разумеется, мы верим Вику. Верим Вику. Вика, терпите. Хотя ваше имя означает победа, но не так быстро. Данила? Выступит Леша. Только не очень выступаете, Леша. Хорошо, не любит особо выступающих. Итак, Вика против Леши. Вперед! Леша! Леша! Вика! 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 Леша! Леша! Вика! Вика, как у вас с математикой? Неплохо. А неплохо это сколько? Девять. Хорошо. Я так вот по математически-интеллектуальному взгляду Алексея прозреваю, что он олимпиадник. Да. Какое место? Первое в области. Посмотрим на вашу сообразительность. Играем. Это и график функции y равно k деленное на x, и преувеличение в литературе. Гипербола. Вы правы, это гипербола. Это и тело, получаемое вращением прямоугольника вокруг одной звезд сторон, и головной убор джентльмена. Прошу. Цилиндр. Цилиндр, отлично. Вика, я в вас верю. Это и автономно управляемая часть космического корабля, и расстояние от нуля до точки на числовой прямой. Да. Координата. Нет, не согласен. Итак, Вика. Расстояние. Это модуль. Теперь вы это знаете. Играем. Это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, выходящими из одной точки. Хорошо, когда у человека есть свой. Прошу. Угол. Угол, да. Хорошо, когда у человека есть свой угол. Это и перпендикуляр, опущенный из вершины на основании треугольника, и возвышенность у военных. Высота. Высота, да. Вика, вы взяли свою высоту, небольшую, правда, но взяли. Ну, Алексей вообще был великолепен. 45-40. Разрыв уменьшился до предела. Следующий бой, вперед. Бывает у девушки, бывает та, которая заготавливает траву. А бывает и морская, это коса. Вот вам пример вопроса для темы одним словом. Одним словом, Влад, мне нужен филолог. София. София у нас филолог. Прекрасно. Кто филолог у 51-й гимназии? Катя. София против Катей. Вперед. Бывает летающая, а бывает суповая. Опа, что, не знаете? Ни разу суп из нее не ели. Три, прошу. Ложка. Ложка, летающая ложка. Хорошо. София. Тарелка. Тарелка, конечно же. Хотя бог их знает, тех инопланетян. Может, они и на ложках летают. Поехали. Бывает пожарный, а бывает речной. Кран. Ну, вот речной кран как-то тяжело. София. Без понятия. Без понятия. А бывает у кофты, у рубашки, у пальто. Рукав. Рукав, конечно же, но пять очков вы не получаете. Играем. Бывает сосновая, бывает швейная, бывает у шприца. Игла. Отлично. Бывает оросительный, а бывает телевизионный. Вот, например, наш Беларусь 4. Канал. Канал, отлично. Бывает ослепительный, бывает солнечный, а бывает высший. Цвет. Блестяще. Блестяще. Ослепительно. Солнечное. И случилась очень интересная вещь на бою, одним словом. Красные. 51 гимназия. Вышли вперед. 55-50. Ну, пора вернуться к земле. Тест игра, тема «Земля». Вперед! Влад Павлинок, Ирининская гимназия. Кто у вас ближе всего к земле? Иван, ближе всего к земле. Иван, да, имя такое. На нем земля держится. Данила. Егор. Итак, Иван против Егора. Тест игра, вперед! Наше скоростное централизованное тестирование начинает и набирает свои обороты. Итак, начнем. Вопрос, три варианта ответа. Ну, кто раньше нажмет и кто раньше ответит. Поехали. Астрономическое обозначение Земли. Это окружность. А со звездой. Б с крестом. С с полумесяцем. Прошу. С чем? Можно А, Б, С. А. А со звездой. Вы не правы, прошу. Б. То есть с крестом. В самом деле астрономы обозначают Землю кружочек, в который вписан крестик. И пять очков на подборе получил Егор. В составе атмосферы Земли больше всего А, азота, Б, кислорода, С, углекислого газа. Прошу. А. То есть чего, азота? Да. А чем же мы дышим? Кислород. Кислорода всего 21%, более 70% азота. Вы отлично знаете состав атмосферы. Браво, Егор. Плюс еще 10 очков. Еще дальше отрывается 51-я гимназия. Геохимик Франк Кларк вычислил, что земная кора почти на 50% состоит. А. Из кислорода. Б. Из углерода. И. С. Из кремния. Из углерода. Вот сам чувствует, что неправ. Егор. Из кислорода. Из кислорода. Земная кора ведь, понимаете, не из чистых элементов и веществ состоит, а из оксидов. Кислород, конечно же, на подборе взял пяти очков. Играем. Геологическая эра. Геологическая эра, которая длится по настоящее время, это А. Палеозой. Б. Мезозой. С. Кайнозой. Прошу. С. С. Кайнозой. Кайнозойская эра. Браво, плюс 10. Ну, Иван, Иван, я в вас верю. Среди почв наиболее полнородные. А. Известковые. Б. Торфяные. С. Черноземные. Фальстарт, фальстарт у вас, Егор. И у Ивана появился шанс. Черноземные. Черноземные, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Пробудился бойцовый характер в Иване. Черноземные, я сказал он серьезно. 60-85. Иван, вы сделали все, что могли. Пора смотреть картинки. Слайд-игра. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Дерутся за это право игроки. Влад, кто у вас победил в драке? В драке Диана. А Данила у вас? Что ж, а у нас победила Катя. Итак, Диана против Кати. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего, ничего жать не надо. И мы начинаем с выигрывающей стороны Катя. Итак, мы начинаем в этом сезоне с буквы «Л» нашу азвуку. Нужно это помнить. Поехали. Понятно? Лев. А может фамилию еще назовешь? Толстой. Толстой, конечно. Диана 10 очков на подборе взяла. И играем с вами, милая. Это мина. Не просто мина, а два раза «М». Морская мина. Блестящая. 15 очков. Катя, Катя. Нюша. Нюша, да. Хорошо. Героиня мультика «Смешарики». Вот в таком японском прикиде. Играем дальше. Это орден. Прекрасно. Орден дружбы народов советский. Катя. Призма. Призма. Вот так переломляет солнечные лучи. Великолепно. Диана. Это рубль. Какой? Российский. Правильно. Вот так он обозначается. А есть даже монеты вот с таким знаком вместе по надписи «1 рубль». Катя. Стук. 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 Два раза, но 30 очков не дам, 15 дам. Стук. Отлично. Стучите и отвориться вам. Диана. Это трасса. Даже буквы им не надо. Они прекрасно сами считают. Это трасса. Великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя. Улей. А ползая там кто? Ну, пчелы. А внутри что? Соты с медом. Соты с медом. Абсолютно точный ответ. Браво. И последний слайд. Буква «Ф». Это фунт. Да? Да. Фунт. Это не только около 400 граммов весовая единица, это еще и валюта. Какой страны, знаете? Британии. Британии, Великобритании, Англии. Великолепно. Прекрасные ответы. А вы знаете, что вот сейчас Диана совершила маленькое чудо? Она сравнила счет. 145-145. Риск игра, вперед. Итак, пришла пора. Риск игры. Счет равный. Кто будет решать, зачем останется победа? Влад Павленок, капитан Ирининской. Кто? Вика, она же и победа. Вика, она же и победа. Символично. А Данила? Я буду. Что? Безумно, спешка. Отвечать. Хорошо. Итак, Вика против Данилы. Вперед. Да. Итак, Ирининская против 51-й гимназии. Риск игра, напоминаю, что неправильный ответ выносит из счета вашей команды целых 20 очков. Зато и правильный столько же добавляет. Итак, Риск игра. Темы соответствуют темам игры дуэльной. Гомельщина. В 1964 году на Гомельщине, вблизи деревни Капоровка, ударил этот фонтан. Что за фонтан такой был? Тише, тише, тише. Не рискуют. А вот если будете ехать в сторону Мозыря по трассе, то справа и слева увидите нефтяные вышки в районе деревни Капоровка. Первая нефть, первый нефтяной фонтан там. Играем. История в лицах. Этот князь перед началом войны отправлял к противнику гонцов со словами «Иду на вы» или «Хочу на вы» идти. А это был князь Святослав и расчет его был прост. Чем ловить там партизанские отряды по лесам? Сразу пришел, разгромил все войско и забрал все земли. Играем. Спорт. Может, это знаете? Именно столько метров длина штрафного круга в биатлоне. Ну, ребят, ну, Домрычеву все любят. Биатлон все смотрят. Промахнулся человек. Сколько же ему бежать? 150 метров. Хорошо. Математика и не только. Это и направленный отрезок прямой, и направление развития в политике или в каком-то другом деле. Да. Это вектор. Это вектор. Хорошо. Вика, если вы сейчас отвечаете правильно, счет оравняется. И я не знаю, что я буду делать. Но лучше так, чем проиграть. Внимание. Даню. Одним словом. Бывает литературный, бывает Беларусь. Итак, бывает литературный, бывает Беларусь. Вика, вам терять нечего. Персонаж. Ну, подставьте. Литературный персонаж, да. А вот персонаж Беларуси. Вика, если бы вы сейчас выиграли кнопку, вам бы ваша родная Иринская гимназия дала бы героя. Литературный герой, герой Беларуси. Победа 51-й. Аплодисменты героям нашей игры. Дипломы, сувениры и подарки от телерадио компании Гумель. Кстати, нашу уникальнейшую телевикторину поддерживает Беларусь-4, ТРК Гумель, Гумельский областполком. За что им низкий поклон. Ну и, чтобы оставить последнее слово за собой, я поздравляю команду 51-й гимназии с отличной, блестящей победой. Иринская, вас с отличной, очень сильной, очень мощной, очень красивой игрой. Игра получилась красивая. Но я понимаю, что делу время, а потехе час. Игра закончена, пора возвращаться на уроки. Не забывайте, смотрим пятерку. Получаем десятки игры. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова